хороший вопрос по поводу улья я расскажу что касается как бы моего улья в котором я увожу пчел это не я ни в коем случае придумал это улей которые я подсмотрел в литве в котором ну в литве не знаю наверное тысяч 100 пчел задержится минимум если больше либо меньше в двух словах коротко в двух словах коротко о этом улье все улите стирамочные и корпуса 10 рамочные на самом деле это не классический 10 рамочный корпус если вы берете 10 рамочный корпус советского союза стандарт либо 10 рамочный корпус там не значит ппушные ппс ппс ппу которые сделаны под стандарт советского союза улел и соня стандартные или же ули скажем так обратно на корпус на улиру то все вот эти вот у них есть у всех одна проблема они все были сделаны так чтобы рамки заходили достаточно плотно то есть вот 10 рамок 360 миллиметров грубо говоря там или там триста семьдесят миллиметров у меня 385 то есть мои рамки входят свободно и как при постановке корпуса я так слегка его вправо-лево качну рамки распространяются равномерно расставляются для чего это сделано это было сделано для того чтобы чуть-чуть пчелы товар на то что получается если это в гнезде то не сдвинутых правда к одной стенке там остается полтора-два сантиметра пчелы их не застраивают их не застраивают то есть язык там не может поместиться то есть он не мешает но позволяет работать с рамками если верхнем корпусе то они равномерно стоят по корпусу для чего для того чтобы была чуть-чуть утолщена рамка для того чтобы можно было распечатывать либо машиной либо хорошо удобно ножом профессиональными распечатателями чтобы рамки были чуть-чуть раздуты вот поэтому 385 миллиметров вот верхний корпус не верхний корпус а любой корпус 385 миллиметров что дальше это улей по принципу сэндвича по углам находятся опорные планки 3 на 3 миллиметра 30 на 30 миллиметров и сверху снизу ответ такие планки между ними вставлен пенопласт снаружи изнутри обшиты фанерой которая пропитана горячим рапсовым можно использовать подсолнечное масло то есть масло нагреваем берем кисточку просто пропитываем снаружи покрыты обыкновенной масляной краской все дно сетка обязательно причем сетка не просто прибита к дну она находится в такой оплетке сетка протяжно просечно-вытяжная не переплетенная а против просечно-вытяжная и она в этой оплетке позволяет то есть можно достать эту сетку и вместо нее положить на дно примеру кусок фанеры под сеткой находятся пазы позволяющие задвигать весенний период такое фальш дно то есть закрывать сетку для того чтобы пчелы лучше развивались либо использовать это фальш дно как контроль при осыпи клеща крыша уже говорил полностью сделано из оцинкованного металла не толстого ни в коем случае внутрь вклеена 5 сантиметров пенопласта подшитых я уже говорил фольгоизолом вот и обязательно обязательно в об решетке то есть что это значит то есть просто рамку положить на просто в ней решетку разделительную ганимановскую на рамки положить нельзя потому что нарушается пчелиное пространство и вы ограничиваете проход пчел только по улочкам то есть вот там где она лежит решетка вы только по улочкам значительно сокращается проход пчел поэтому она приподнята между ними между верхним и нижним корпусом порядка 6 миллиметров 6-7 миллиметров что мог пройти трутень а пчелы могли проходить по всей территории этой решетки сверху пленка и крышка на хлопучку вот в двух словах устройство этого моего 145 145 улья на рамку 145 технология работа этим ульям это отдельная лекция может даже не сегодня который прийти готов рассказать свой взгляд на работу с этим ульям 複雜-мах садовая пчелы 5 5 6 6 7 8 10 10 10 14 У Продолжение следует...